Английский язык, Rainbow English, рабочая тетрадь, 6 класс. Упражнение у нас 19, это у нас юнит 3, раздел грамматика. Так, нам нужно выбрать слова из кубок. Что представляют собой эти слова? Это так называемые междометия, то есть как у нас оклики-укрики, особые маленькие, да, такие вот вставочки в разговорной речи. И вот нужно понять, ну, аналог русского это ой, ай, эх и так далее. То есть как же они на самом деле у нас переводятся с английского языка. Hey, Dick, what are you doing here? Hey, Dick, ты что здесь делаешь? То есть это как окрик, hey, за нас уже поставили. Дальше. Wow, what a beautiful palace. Wow, какой замечательный дворец. Wow уже перешло, в принципе, в русскую речь, но то, что у нас до этого было, это, наверное, слово ух ты, наиболее подходящее. То есть wow. Ммм, your apple pie is very tasty. Ммм, твой яблочный перех очень вкусный. То есть это мы что-то пробуем на вкус и нам это нравится. My brother is ill. Мой брат болен. Oh, I'm sorry. Ой, как жаль. То есть это, в принципе, как наши ой, ох и так далее. Yuck. The milk is sour. I won't drink it. Фу. Или как у нас еще, можно сказать, гадость. Молоко кислое, я не буду его пить. Yuck. Читается. Ouch. What the matter? It's my side. Ой. Переводится у нас вот этот ouch. Ой. Что случилось? Да мой бог. То есть какие-то боли. Что-то не в порядке с организмом. И вот говорим, ой, что-то болит. Oops. I've nearly dropped my cup of tea. Oops. Я практически уронила свою чашку чаю. Или я почти уронила. То есть это у нас oops уже тоже перешло в русскую речь. Но до этого, наверное, все-таки наиболее близко у нас междометие ой. То есть ой, я почти уронила чашку. И сразу давайте посмотрим на 20-е упражнение. Итак, здесь у нас предлоги. Английские предлоги. Это у нас особая головная боль для изучающих английский язык. Поэтому советую прямо брать отдельную тетрадку или листик и выписывать все, что вы встречаете с новыми предлогами вот туда. Потому что там наберется у вас за время обучения целая куча этих предлогов. В голове держать все очень сложно. Поэтому хотя бы, чтобы вы могли дома повторять. Но здесь даны такие основные. Дальше у вас пойдут еще сложнее вариации, не соответствующие русскому переводу. Поэтому желательно, конечно, их где-то сохранять в отдельной тетрадке или на листе. Поэтому сейчас потихонечку буду тоже объяснять, какие еще аналоги есть вот других слов. Например, они решили встретиться. At noon означает в полдень. У нас всегда со словом полдень будет стоять at. С этим же словом noon с этим стоят midnight, это полночь. И at night, то есть ночью. Они будут стоять с at. У нас нет никаких праздников в октябре. Ходит из каникул. Тут, кстати, каникул. Или же праздников, кстати. Ну, в общем, всегда, когда у нас идет месяц, нам нужно поставить in. В октябре, в ноябре и так далее всегда ставят с in. Артикль, кстати, не ставит. Замечу, то есть z тут не будет. Холодной зимней ночью мистер Уэсли покинул свой дом. Что касается вот таких фраз. Когда у нас не просто ночь, а холодной зимней ночью. Я вот здесь сказала, что у нас ночью ставится с at. Но это, если у нас ночь имеется в виду как вот обобщенное такое обстоятельство времени. То есть когда ночь, и он обычно ложится спать там тогда-то, тогда-то. А здесь же у нас точная какая-то ночь. И именно вот это определенная холодная зимняя ночь. Это же может касаться там ясной летней ночи. То есть это должна быть какая-то определенность. Вот тогда у нас этот at заменится на on. То есть здесь вот из-за этого ставится on. Получается, что у нас утром в среду Джон Гринлиф прибыл в Лондон. Насчет первого предлога. Во-первых, у нас когда утро используется утром, мы говорим in the morning. Но когда мы говорим про утро определенного дня недели, in поменяется на on. И ze никаких мы ставить не будем. То есть будет on Wednesday morning. Джон Гринлиф приехал, прибыл в Лондон. Насчет слова arrive. Глагол arrive, несмотря на его русский перевод прибыл в Лондон, хочется поставить arrive to London. Ни в коем случае мы этого делать не можем. Это не глагол go, приезжать. Arrive всегда ставится только с двумя предлогами. Или in, или at. Как понять, какой из них где. In ставим, если мы прибываем в какой-то город, страну, континент. То есть такая большая площадь. Такое большое какое-то место. At ставим, когда у нас какое-то маленькое местечко. Например, прибыли на остановку, прибыли в театр, прибыли куда еще, в банк какой-то будет уже right at. В данный момент Лондон. Перед нами город, то есть большая такая территория. Ставим из-за этого in. В день Нового года или в Новый год мы всегда посещаем моих родителей. Праздники я вот до этого где-то в упражнениях уже упоминала. Если упоминание идет праздником, мы ставим at. То есть at New Year. Ну а если после праздника англичанам вздумалось добавить слово day, то есть в день Нового года, ставим сразу же предлог on. Люди встречают Новый год. И вот если see the New Year in, это означает встречать Новый год. At midnight. Поэтому здесь обязательно in ставим, иначе у нас будет как будто бы видит Новый год. То есть не этот нам перевод нужен. Встречать Новый год обязательно вот здесь in добавляем после Нового года. Когда в полночь, at midnight, это вот аналог с вот этим at noon. At noon, at midnight. Всегда с этами. На Пасху люди дарят друг другу разноцветные яйца. Пасха это у нас праздник. Day не стоит, как в этом случае. Просто название праздника. Поэтому ставим предлог at. At Easter. В день Святого Валентина я всегда посылаю открытку своей кузине Рэйчел. А здесь уже day появилось, опять же, как и здесь. Поэтому смело ставим on. On St. Valentine's Day. Джулиан был рожден в 2014 году. Года всегда оставятся с предлогом in. Нортон прибудет ночью в четверг. Насчет arrive. Это не относящийся к arrive предлог. Поэтому вот это правило сохраняется. Только in или только at. Этот предлог относится вот к этой ночи. Опять же, ночь какая-то особая. И она у нас связана с этим четвергом. То есть ночь четверга это, в принципе, аналог вот. Насчет утра среды или ночь четверга. Это будет предлог on. Субтитры сделал DimaTorzok